Сегодня семнёртый день нашей поездки. Мы прилетели в Аэропорт Паро со всех сторон окружён горами, высота некоторых из которых превышает 5000 метров. Поэтому этот аэропорт считается одним из самых сложных в мире для фасадки. Прилетели мы в Бутан. Где-то от Непала до Птана час лёда. Полёт был нормальный. Правда, нас задержали в Непале, потому что была в Бутане нелётная погода, но прилетели мы всё нормально. Багаж я получила. Здесь очень необычная страна. Здесь всё в национальном стиле. И аэропорт такой, и люди все в национальной одежде. Даже на таможне. Вот проходили таможню все в национальной одежде. Воздух другой. Другая страна. Чисто здесь. Это самое главное. Это фрикс-кетчи. И чай так эти штучки одевает. Кулькahan в Бутан. Добро пожаловать в Бутан. Кулькahan в Бутан. Кулькahan в Бутан. Мы быстро прошли паспортный контроль. Получили багаж. И уже на выходе нас ждали гид с водителем. Поселились мы в отеле в Бутане. Хочу вам показать отель. Просто супер, мне очень понравилось. После Непала, оцените, что... Иностранных туристов во время путешествия по Бутану поселяют в отеле не ниже трех звезд по рангу. Это правило у местных туроператоров действует неукоснительно. Гостиницы в Королевстве достаточно комфортные. Гостям предложат номера с удобными кроватями. Возможность пользоваться собственной ванной, комнатой и бесплатным интернетом. Напоминает мне чуть-чуть. Таиланд. В Таиланде у нас такой же красивый отель был. После размещения отеля мы поехали в ресторан, покушали. Там было шесть пиртов. И да, намного вкуснее, чем в Непале. Сейчас нас привезли в рынок, на рынок, на рынке, продуктовый рынок. Много товаров привозят из Индии. Некоторые продукты здесь они выращивают. Сейчас покажу вам их рынок. Карисовый флот, я. Клюшевая такая. Кузу. 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 Такое сладкое. Такое сладкое. Напоминает. Кузу. На туринском кузу это ягненочек. Да, да. Кузу. Такой красивый рис, правда? Очень. Это свой вкус или нет? Нет, хватит. Не сладкое, не сладкое. Пресное. Этот рис весь индийский, с Индией привозят. Поднялись мы на второй этаж рынка. Здесь в основном продукты. Вот перец сушеный. Вот эти все продукты. Овощи. Все выращиваются здесь, в Бутане. Чили и рис – это два основных компонента бутанской кухни. Бутанцы любят пряность в своей еде. И им не понравится еда, если их еда не острая. Почти в каждом меню они будут добавлять красный перец чили. Рис является их основным блюдом. Они едят два вида риса. Один красный рис, а другой белый рис. В Бутане нет производства вообще. Химические удобрения здесь запрещены. Все, что растет в Бутане – экологически чистый продукт. Всякие специи. Спаржа. У них продукты. Все органик без имитатов. Интерапевт. У них есть очень интересный растенец. Я не знаю. Очень интересныйere. Не знаю? Интерапевт. Это папа. И это это ферн. Это ферн. С-е-р-н. И это срежет в селом. И это как в америках. Это как ферн. Да, это как в селом. Это как в селом. Как в селом. Да, это как в селом. Спаржи очень длинные. Не такие как в Америке. Всякие специи. Кто это сел. Кардамон? Знаете дрожжи домашнего производства. Я помню, у меня мама давным-давно так делала подобные такие же дрожжи. Они вот готовят их, потом высушивают, и можно употреблять для... Когда печёшь хлеб или пироги, употребляешь эти сукие дрожжи. Вот у них какие-то перчики тут маринованные. Это мёд и разные виды фасоли и чечевицы. Сейчас мы перешли на другой рынок. Здесь сувениры продаются. Когда в 70-х четвёртый король Бутана открыл страну для туристов, то сразу решил, массовый туризм нанесёт неповторимый урон природе и культуре. При всём бутанском гостеприимстве открыть маленькое королевство для всех невозможно. Нужно было придумать, как регулировать турпоток. Тогда и решили, что свободно въехать в страну все желающие не могут. Турпакет нужно покупать через аккредитованное турагентство в Бутане. Это же агентство открывает визу. Но и это не всё. Решили ввести финансовые регулирования. Цена пребывания одного дня в Бутане не ниже 200 долларов в сутки. Это лето и зима. И 250 долларов в сутки – это осень и весна. Тариф действует при группе из трёх человек. В этот тариф входит проживание в отелях «Три звезды», трёхразовое питание, англоговорящий гид-бутанец, транспорт, экскурсии по программе, налоги и сборы. Королевский налог – 65 долларов. Эти деньги идут не королю, а бутанскому правительству. За счёт этого налога в Бутане – бесплатное образование и медицина. Приезжая в Бутан, вы даёте возможность детям получить образование и всем бутанцам получать бесплатную медицинскую помощь. Стрельба из лука – национальный вид спорта в Бутане. У каждого стрелка есть развесёлая группа поддержки, и когда стрела попадает в цель, группа поёт хвалебную песню. Продолжение следует... Наталья – 45 метров. Олимпический налог. Это очень шикарный игры. Мы еще играли в «Стелла». Мы играли в «Стелла». Ребята, мы не в порядке этого игры. Но Олимпический комитет объявил, что мы играли опасно. Поэтому вы не получили. Поэтому не получать, мы не получили. Вот такой красивый здесь вид, здесь мостик, мы проходим через мостик на ту сторону со всех сторон горы и облака Субтитры создавал DimaTorzok После рынка местного нас завезли на выставку Драк Эванс Бутан одна из самых безопасных стран для туристов Уровень преступности практически равен нулю Ну что-то такое, да, из каких-то вещей таких Субтитры создавал DimaTorzok 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 И используемых ниток Это может быть шелк, что дороже всего, необработанный шелк, хлопок, нескольких видов И также смешанные варианты Очень сложно найти два одинаковых орнамента И в этом уникальность Киры Каждая мастерица берет рисунок из головы, не используя никаких чертежей Есть только какие-то базовые орнаменты, присущие разным районам Бутана. Знающий человек может отличить, где сделана Кира – на востоке или в центральном Бутане. В рабочие часы большинство женщин, которых вы встретите на улице, будут в Кира. Это связано с тем, что в официальные учреждения, да и в большинство частных компаний, женщины обязаны надевать национальную одежду. Но Бутанки совсем не страдают от строгих требований дресс-кода и очень гордятся своей национальной одеждой. Тканный рюкзак. Это женская национальная одежда. А, это складка. Это складка, уже зашитая, да? 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 Да. Как бы вот так домыслить. Да. Сейчас домыслим. Снимай, пожалуйста. Все тканые. Наши девушки меряют. Такая однородная юбка. Стоит около 1000 долларов. И ткут ее около 6 месяцев. Я ловила. Я освободила. Что это делала? Что это делала? Продолжение следует...